Итак, это, естественно, Arco Survival Ascended. Мы с вами продолжаем. У нас сейчас вот должен появиться детеныш, и, естественно, еще нужно будет подождать, пока он вырастет, но вначале нужно будет его покормить. Ну, то есть, как бы, час времени нужно подождать, пока он тут, собственно говоря, пройдет сама беременность. Пять минут, мне кажется, вполне себе нормальное число. Ну, просто, не знаю, не хочется терять, естественно, еще одного детеныша, поэтому пришлось просто торчать здесь, потому что я себя знаю. Только улетишь отсюда что-то делать, увлечешься, и больше сюда не вернешься. Отвернешься, здесь будет опять трупик лежать. Кстати, расцветка очень крутая. То есть, это, по идее, как мутация, связанная с расцветкой, я прав? Я потому что в этом вообще не разбираюсь, в этих как раз мутациях. Так, давайте-ка его переведем вот так вот. И выбирайся отсюда, если можешь. Не, не может. Слишком высокая стена. Ну, в смысле, фундамент. Ну, ладно, тогда стой тут. Все, договорились. Просто стоишь тут. Здесь у нас 4-5 часов, в общем, короче, до следующего скрещивания. Это, конечно, трындец. Я за годы просто привык к тому, что у меня скрещивание, не знаю, там, инкубация яиц и прочее супер быстро происходит. Плюс вот здесь у нас с вами тоже ничего не получится с гребанными кайруку, кайраку. Было еще два яйца. Вот от него оба были, естественно, обладотворенные. Превратились в двух маленьких кайруку. Но проблематика в том, что что-то заключило. И я не увидел ни самих яиц, ни самих кайруку здесь стоящих, ни надписей, ничего. И потом я такой захожу сюда. А здесь два трупика детеныша лежат. Я такой, типа, что за нафиг вообще? То есть, как так? Очень, короче, бред. Ладно, я не знаю. Это что-то здесь заключило, забаговалось. Здесь, опять же, вот там вот видите, что происходит? Нету опять посевов. То есть, вот только-только были. Сегодня вышло обновление. Оно... Я каждый раз, когда скачиваю сюда обновление. Или оно просто сегодня скачалось у меня, не знаю. Вот. Что, я компьютер давно не включал. Тут, как видите, все нормально. Все есть. Вода есть. Все есть. Отображения нету. Вот. И, собственно говоря, опять все поломалось. Опять ничего не показывается. Ладно, бог с ним. Ну, то есть, моя задача сейчас это просто вот этого детеныша Мегатерия довести до состояния. Просидеть рядом с ним, когда над ним появится иконка. Фига ты схомячил? Я же ему 40 положил, да? Сколько в тебе может лежать одновременно? 80. А, ну то есть, по большому счету, можно тогда улетать. Потому что, я думаю, что этого вполне хватит. Может быть, можно даже побольше положить. Видите, он там подъедает постоянно. Зараза такая. Сейчас еще принесем. Подожди. Вот наш Рексик с прошлого выпуска, которого мы хотим превратить в Ригня Гнат. Не знаю, получится нет. Сейчас посмотрим. Так вот. Так я в тебя могу очень много положить. Потому что в некоторых детенышей просто невозможно положить большое количество мяса почему-то. Там там кладется, типа, ну не знаю, может быть, 40 или что-то типа того. А тут прям действительно много. Оно, естественно, будет портиться очень-очень долго. Поэтому, я думаю, что мы можем спокойно выкидануть здесь. Пускай себе спокойно взрослеет. Вот, все. Предел. То есть, получилось 160... 161 кусочек. Да, пока он будет взрослеть, у него это будет, естественно, максимальное количество повышаться. Видите, всего 16 единиц веса максимально положили. Но нам этого должно хватить, чтобы можно было спокойно съездить на болото. У нас... Я пить хочу. В принципе, нам ничего не нужно. Нам сейчас с вами нужно найти Рениагнату, ее забить, первую самочку, собрать с нее феромоны. И потом уже при помощи феромонов, собственно говоря, мы с вами сможем приручить вторую Рениагнату. По пути, естественно, немножечко подкачаться. Этого Рекса просто, чтобы был немножко посильнее. Здоровье вроде уже более-менее качнули. Ну-ка, иди сюда. Ну, честно говоря, просто так сидеть, тупить в экран целый час, ничего не делать. Но я решил это сделать только из-за того, что боялся, что сейчас, как всегда, забуду, уйду и привет. То есть, другого варианта нет. Как в прошлый раз произошло, как у меня всегда происходит. Но когда у тебя просто быстрые рейты, то у тебя никто не умирает. Он успевает вырасти спокойно там из кормушки есть или еще откуда-то. Здесь же нет. Так вот, у нас, в принципе, с вами Рениагната спаунится сразу в нескольких местах, я заметил. То есть, изначально мне казалось, что только в каком-то месте. Нет, он просто по всему полу-то спаунится. За это время я уже видел несколько штук, но самая большая проблема, что большинство из них были самцы. То есть, самочек за все время я увидел три штуки. А вот самцов увидел там, не знаю, может быть, штук пять еще. Ладно, я надеюсь, что сейчас нам повезет. Отвратительная фигня, естественно, с выносливостью у Рекса. То есть, шифтовать мы с вами не можем совсем. Качать, естественно, я и не собираюсь, выносливость. Так что давайте по пути как-то пытаться прокачиваться. Жрать все подряд. Просто хотя бы нет. Так что эта дорога займет довольно-таки много времени, потому что все-таки я хочу все подряд жрать по пути. Потихонечку прокачиваться. Если это возможно. Ну, это, в принципе, я думаю, все нормально будет. Это, возможно, два уровня еще. То есть, две двести есть. Хорошо, качали. О, черт! Я забыл прям про чертовых пиявок. Ты смотри, сколько их. Ну, причем сейчас на меня насели. Так, давайте-ка выбираться, посмотрим, как их снимать. Ну, то есть, первый вариант, это, естественно, факелом будем побить. Но, кстати, у нас же просто в выпадающем меню, да, должно быть? Да, вот, хорошо. Убираем. Это уберет всех? Ммм, это хорошая чна. Давайте сейчас скачим немножечко урон в ближнем бою. Восемь крови пиявки. Может пригодится, кстати. Вдруг захочет покушать ренеогната. Так, мы с вами на болотах, но это, я даже не знаю, вроде как не те болоты. Может, прям вдоль болот пройтись? Вот так вот. Может, кого-то найдем? Че за звуки? Странно. Ладно, хорошо, давайте проверим другое. Можно ли действительно при помощи факела, мне не хватает, древесины? Че, вы ко мне все лезете, да, отстаньте. Я вообще не трогал еще одну пиявку, вон. Может быть и трогал, но только совсем чуть-чуть. Блин, капразухи. Да, болото это веселое место. Но снять отсюда они нас не могут, потому что они не допрыгнут просто до нас, да? Вроде как так. Нужно нарубить немножко дерева. Я не хочу вручную снимать, я хочу все-таки ударить его при помощи факела и посмотреть, получится ли таким образом сбить. У нас плюс уровень. Боло так весело, мне прям нравится. Здесь как минимум есть чем заняться. С кем повоевать и что-то не пособирается. Давай, давай. Все окей. Еще кто-то сливает, понятно, процерчик. Ну что, пожалуйста. Спасибо. Остановись. Да ну брось. Ну почему нет-то? О, хорошо. Теперь делаем с вами факел. Вот если так можно факелом просто сбить, это будет просто суперски, потому что слишком долго зажимать туда-сюда. Да, мы, конечно же, так его подожгем немножко, но все равно мы его должны спасти от пиявок. Нет. А, все, есть, хорошо, наконец-то. Просто нужно было два раза ударить. Так, факел убираем. Ну они прям кровь из него сосут просто с бешеной силой, то есть здоровье улетит на раз-два. Ну-ка, где мы с вами? Блин, я даже не знаю. В принципе, вот там, где моя смерть, там абсолютно точно была одна Редня Агната. Но у меня такое ощущение, что и вот там вот, когда я прилетал, тоже видел Редня Агнату. То есть, сейчас просто не знаю, в какую сторону идти из-за этого. Еще одна пиявка под ногой, но в принципе не нужно. С другой стороны, блин, болото, это отличный способ раздобыть себе, как называется, жемчуга. Сколько мы с вами собрали жемчуга? Девять, ладно, не отличный способ. Чуть-чуть такая, а? Вот кровь, да, а жемчуг что-то не везет. Двенадцать, а может быть где-то стольничек уже лежит, нет? Лежит. Давайте, мы просто обязаны снять с него все. Он так и будет сейчас напрыгивать. Все, отлично. Так, самочка, отлично, отлично. Я уже просто тут двоих самцов сгасил. Какого-то толка, естественно, сами понимаете, нету. Но нам нужно будет еще вторую самочку найти. Не такого отстойного рассказа. Давай, просто гасим, просто гасим ее. Отразительная штука, кстати, как раз, вот, липкой фигней. Особенно, когда тебя на одном месте приклеивает к земле, а сама где-нибудь со спины тебя бьет. Все окей. Так, а мы получили эту самую? Феромоны нет. А где? Мы получили с вами самца. Это был самец, да? Это был самец, абсолютно точно. И мы получили необходимый феромон. Теперь нужно найти самочку и заразиться. Ну, в общем, жалко, конечно, Рекса. То есть, придется потерять на ровном месте классного Рекса, но... Как классного? Он маленький уровень, но... В него уже столько сил было вложено. Ладно, сейчас поедем самочку искать Рениагнату. Я так понимаю, что абсолютно все равно, какого она будет уровня. Самое главное, чтобы в процессе того, как мы будем кормить наше животное, мы выполняли все требования. Тогда уровень будет максимальным. Я прав? Не прав? Не знаю. Это нужно проверять. Есть, самка! Это самка, хорошо. Я уже просто с одной сражался. Как видите, у меня поражатые феромоны. Но у меня есть еще феромоны, то есть это не проблема. Я тут еще и самцов встречал. Самое главное сейчас не убить, потому что ту я забил случайно. У меня абсолютно непонятно, сколько у меня здоровья. Давайте по одному кусику прям. Ну, хватит, давай, отнипай. По одному кусику. Держись, 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 Рексик. Абсолютно непонятно. Есть, она заразила меня. Все хорошо. В общем, просто вот так вот по одному укусу прям по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть нужно бить. Потому что, ну, если ты не можешь посмотреть, сколько у нее здоровья, это всегда смерть. Ну, то есть, естественно, смерть имеется в виду Рениагнати. Потому что один укус, я ему даже урон почти накачал, там только три уровня в урон вложены, максимум четыре, если не ошибаюсь. И он каждый раз добивает ее с одного укуса. То есть, разница между 10% и смертью один укус. Как так? Ну, может быть, все зависит от уровня Рениагната. Это 22-я, может быть, она побольше бы выдержала, как вариант. Но все предыдущие, то есть, которых я забивал, там прям вообще деха была. И в прошлый раз, и в этот раз. То есть, блин, это очень сложно без подзорки. Может быть, как вариант слезать с него и смотреть через увеличительное стекло, сколько там здоровья осталось. Но только для этого нужно хорошую броню одеть, естественно, на себя. У меня, как видите, еще две единицы феромонов. Они же портятся, да? Они портятся в 8 часов. Но, в принципе, можно положить в холодильник. Так, что у нас происходит здесь? Аж прилетит еще раз, да? Через 7.30 он захочет... Спокуха, дай сяду. Ты что там такое? Садись, все нормально. Так вот, через 7.30 он захочет покушать, да? То есть, нужно будет ему что-то скормить. У нас с вами есть кровь пиявки, дома есть кровь аммонита. И... Очень было бы хорошо, если бы мы хотя бы одну охотину приручили. Ну да, можно как бы остаться рядом с болотом. Подожди, что это валяется там? Мелкое такое белое... Яйцо. Прям светится. Нет. Постахатина. Все, ладно, хорошо, у нас есть постахатина. Теперь стойте... Сесть. Фух. Только через выпадающее меню можно, ладно, я понял. Так вот, если он захочет постахатина, постахатина у нас с вами есть теперь. Было бы хорошо еще одну найти. Кстати, нужно запомнить, что ночью так хорошо видно ее. Вон сама охотина. Я просто думаю, может где-то еще одна единичка пасты есть, потому что... А, она вообще не портится. Почему-то мне казалось, что паста охотина портится. Странно, ладно. Так, теперь нам нужно понять, где наш дом. Вот там, где Йома, да? То есть в ту сторону мы с вами шлепаем. Но блин, это далеко. Мы через полкарты прошли сюда. Так, у нас с вами там уже чем-то можно покормить. Я просто не знаю, чем. Стоп. Как мне это видеть? Калин суп? Не, ну по идее мы дома можем его сделать. Просто нам нужно туда успеть добраться. Теперь нам с вами нужно... А, здесь есть же теперь списки еды. Это называется... Это вот такая штука зеленая, да? Калин суп. Нам нужна вода, межабери, амабери. Хорошечно. Сейчас все будет. Сейчас все будет. У нас с вами здесь есть межабери. И... Анкела? Нет. Медведь? Амабери, амабери, где она? Я их себе выкинул. Ладно, значит опять у тебя. Время просто идет. Очень много времени сейчас уходит, а мы не сможем нормально еще прокачать, если там повезет и будет что-то адекватное. Вы что, вздеваетесь, что ли? Со всех сторон. Да отстань ты! Все равно не хочу ставить здесь никаких нейтралитетов и прочее, чтобы они не сгруживались в толпу. Это в первое раз в долгое время, когда кто-то сюда пришел и начал их атаковать. Итак, мы сейчас можем с вами... Стоп. Мы сейчас можем с вами выдать вот так вот ему. Это очень удобно, кстати. Теперь ждем 8.30 до следующей кормежки. Хорошо. Заберем из тебя вот эти ресурсы. Так, что еще полезного? Ну, в принципе, стрелы можно забрать, это все переложить. Так или иначе, нам с вами пригодится. А! 12. Неплохо, ладно. Хоть что-то. Но в этом плане пиявки абсолютно непредсказуемые. То падает с них, то вообще не падает ни одной штуки там. То 3 падает с одной, то ни одной. Так. Давайте это положим сюда. У нас с вами здесь все нормально. И... Я хотел сделать побольше, естественно, лечилок. Но лечилки прямо для нас мега важны. Это все. Забираем. Это пошло сюда. Что здесь мешается? Вот так вот, да? Чтобы побольше у нас с вами здесь бурдюков было. Теперь еще раз. Еда. Это сюда. А тебе передадим ягоды. Ну, в принципе, все. То есть можно сейчас не дергаться, ждать, когда будет следующая кормежка. О! Стоп! А малыш у нас вон стоит в мегаторе. Все хорошо. Фух! Я про тебя забыл. Просто совсем забыл. Абсолютно. А что происходит с... Через 2 минуты 45 секунд. Представляете? Вот это удачно. Вот это удачно. И еды тут еще море. Отлично. Так, он хочет жареное мясо рыбы. Ну, я думаю, вы поняли, что я мегу. Это, в принципе, не сложно. Так, давайте заберем чуть-чуть. Здесь где-нибудь пожарим. Нам, в принципе, вот так вот почему бы нет. Тут. Да, тут ничего интересного сейчас не происходит уже. Я не знаю, делать сейчас еще хилки или нет. 27. Мне кажется, они вообще должны делать у нас нон-стоп. Потому что, так или иначе, они нужны. Весят они. Ну, весят, конечно, но не так много. У меня тут есть схема, по которой я собираю ягоды. Я просто вот это все вырастает. Я сажусь так. Уоп. С другой стороны то же самое. Шлеп. Все. Больше я никуда не иду. Ничего не прожимаю. Этого, в принципе, достаточно. Ай, сейчас будет больно. Ну, я не знаю, что на самом деле с детенышем у нас получится. Насколько он будет хорошим. Просто я этим занимаюсь. Просто что бы было. Вот и все. Ну, что, так застрял нехорошо. В смысле импринт 100%? Импринт 100%? А, ну окей тогда. То есть. Все. Полторы пищи. 236%. Ну, естественно, он еще должен вырасти. Посмотрим, что будет в итоге. Но это хорошо. То есть, больше к нему даже подходить не нужно. Потому что мясо есть. В кормушке мясо тоже есть. Через 2 минуты 40 здесь. Я, правда, сейчас посмотрю по поводу кормушки. Я что-то не уверен. Но вроде как должно было быть. Ну-ка. Протухшее мясо тут только, да? Давай-ка, друг, иди ко мне сюда. Засунь сюда свою рожу. Вот так. Совсем другое дело. С Рексом, наверное, сразу заберем вот это добро. Нет, Мегалане. Не знаю, пригодится, нет. Бог с ним, пускай будет. Ну и все. Жалко тебя, конечно. Да ладно. Да, кстати, у нас с вами Ренеогната. Изначально была 22 уровня, которая его заразила. Мне вот интересно, это как-то влияет на то, как у уровня появится детеныш или нет? Или исключительно на то, как мы с вами кормим? Ну, кстати, таким образом мы с вами сколько еще получается? Это будет раз. Потом два, три. Три раза можем успеть. Лазарус Чауда. Подожди. А у меня есть? Вот, пожалуйста. Повезло, окей. Это прям действительно хорошо. Нам просто из луча мы его получили. Тут еще 44 минуты этот будет лежать. Ну ладно, в общем, просто ждем. Это, 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 вот это нормально? Это вообще нормально? Яйцо Градонтозавра? Что, блин? Что, черт побери? Что? Как? Как вообще, блин? Шесть. Короче, этот выпуск не выйдет в понедельник. Он должен был быть в понедельник. Но что-то какой-то день сложный. И выпуск плохо снимается. В том плане, что куча ожидания. Прожение туда-сюда. В общем, да. Что поделать? Просто не выходит уже. То есть у меня уже сейчас 17.47. А здесь еще 16 минут. Монтировать это все как минимум час. А мне 18.30. Нужно уходить за ребенком. За сыном сад. Так что сегодня никак выйдет во вторник. Бывает, сорян. Ну, то есть, естественно, вы это посмотрите во вторник. Но хотя бы я вам объяснил, почему он не вышел в понедельник. Я в этом плане. А, ну да, слушайте, я забыл. Мы же получим с вами сейчас только детеныша Ренеагната. И сама Ренеагната еще должна вырасти. А, блин, я забыл про это. Жесть. Кстати, знаете, что круто как раз в этом арксервайвале? То есть вот у нас с вами ходит обычный мазхопс. Я надеюсь, мне сейчас получится все провернуть аккуратно. Вот, раз, забиваем взрослого мазхопса. Там побежал детеныш. И теперь мы можем его просто-напросто приручить, да? Заклемить. Нет, нельзя. Да можно, вот что-то появлялось. Нам нужно подождать, пока он успокоится, мне кажется. Да, можно просто заклимить. Вот это на самом деле чит. Потому что, сами понимаете, мазхопсов довольно-таки сложно приручать. Бывает из-за того, что они там какие-то редкие штуки просят. Так, нам нужно с вами поведение. Вот. И чтобы ты на минимальном расстоянии следовал. Он мне не нужен, это я просто так протестировать, работает или нет. То есть это хорошо, вот этим вот заниматься на серваке, на онлайн-серваке. Когда у тебя условно трайбовая база. Соответственно, у тебя ночью кто-то заходит, играет, следит за трайбовой базой. И там потом ты заходишь, они там сами по себе растут. На ночь оставил, они все выросли, да? Главное, чтобы в кормушках еда была. Ну и привязанность прожата. И все. То есть это вариант. А когда у тебя вот так вот, как у нас, то есть нужно просто сидеть и ждать. И это локальный сервер. Это просто нереально так играть. Это полный бред. Ты отойти от них толком не можешь и заняться ничем не можешь. Ну что? Первый раз я увидел, как это происходит. Но зато увидел. Заклеймить нужно, да? Акиюшка. Итак. Четвертого уровня. Значит, абсолютно все равно, какого уровня... Была рениагната, которая ее зачала, так скажем, да? Размножать их, кстати, тоже нельзя. Самое главное... Точнее, заразила. Вот. Самое главное, походу, сколько раз ты ее сможешь покормить, это раз. А во-вторых, наверное, уровень твоего существования... Не знаю, честно говоря, как это работает. Сложно сказать. Давайте тащим ее домой. Хе-хе. Пытаемся достать себе необходимые... Как они называются? Артефакты. Такая маленькая фишка, что просмотры неизбежно падают. От выпуска к выпуску все дальше и дальше. Просмотры становятся все меньше и меньше и меньше и меньше. И поэтому нет никакого смысла снимать супер длинные сезоны. Сорян, их просто не смотрят. Смотрят первые, там, условно, 15 выпусков, 20 выпусков. Это максимум, сколько смотрят. Ну и, естественно, это не модифицированные выживания. И у меня на канале не модифицированные выживания всегда собирали гораздо хуже. И они, на самом деле, у всех собирают гораздо хуже, чем модифицированные. Не только у меня. Я понимаю, что есть ребята, которые любят только модифицированные. Но, условно, если мы с вами нарисуем такой вот график, что у нас будет два круга, да? Да, один круг это любители модифицированного выживания, другой круг это любители не модифицированного. Они между собой будут накладываться, но при этом все равно любителей не модифицированного будет меньше, чем общая сложность у любителей модифицированного. Потому что, как бы, обычные, они уже даже не включают им. Ну, тупо неинтересно. Они все там знают, все уже посмотрели. А вот на модификации посмотреть интересно, потому что это более-менее что-то новое, что-то прикольное. То есть, это на самом деле так. И это, в принципе, не только по моей статистике. Хотя, в принципе, какая мне разница до чужой статистики, Когда мне интересна только статистика моего канала Потому что речь идет исключительно про мой канал Но на самом деле и на других каналах история абсолютно та же самая То есть немодифицированное выживание смотрит гораздо-гораздо меньше, чем модифицированное Потому что я анализировал и иностранные каналы, и старые наши отечественные каналы Там всякого того же Рироса, например, да? То есть когда он снимал, я помню, модифицированные выживания У него были хорошие просмотры Когда он вернулся ради развития своего сервера в немодифицированные Потому что невозможно развивать серваки с модификациями Они просто не работают на серваках нормально Или точнее, как я бы это объяснить, работать-то они работают Вот только играть на этом невозможно Потому что модифицированные существа слишком сильные Они не оптимизированы под онлайн серваки Они сносят все базы Люди очень быстро их приручают при помощи всяких разных модифицированных киблов и прочего И, ну, я имею ввиду вот именно те модификации, которые про разнообразных динозавров А не просто там S+. Соответственно, из-за этого их и не ставят Потому что, ну, тебе нужно тогда вайпать сервак каждый, не знаю, там, условно 3-4 дня, 5 дней максимум Потому что за 5 дней у тебя там за неделю Да какой за неделю? За выходные у тебя сервак забивается под завязку И все у людей выполнено И именно поэтому такие серваки невозможно ни продвигать Ни монетизировать Ничего с ними сделать невозможно Потому что кто там что покупать будет Если он может это все очень быстро приручить Из-за этого все такие вот платные серваки Они без модификации таких на динозавров И можно сказать, что это почти такое стандартное выживание Там идет просто с небольшим набором модов Которые немножко упрощают жизнь В общем, вот такая история В Asended выходит модификации Я их вижу, не нужно мне пытаться их прислать Я слежу за, естественно, мастерской в Asended Пока что не вышло ничего угодного, дельного Что можно было бы добавить в модифицированное выживание Все это будет все равно не модифицированным То есть Пока что нету ничего, что можно было бы С чем можно было бы снять Какое-нибудь модифицированное выживание Пока что нету ничего Один выпуск снять Про какую-нибудь модификацию Ну это бред Точно такие же модификации, как в том Когда сюда перевезут полностью Перенесут Модификации, связанные с динозаврами Хотя бы что-нибудь То Тогда посмотрим Пока что здесь ничего нету Как только появится, тогда будем продолжать Я тут решил, пока у нас там детишки растут Доплыть Да то с Атеутис Вот это Третий уровень, самочка Нам не шибко нужна Опа, она Это же Левоплевродон Первого уровня А что такой агрессивный? А я не помню, как их приручать Я просто сто лет их не видел Офигенски Все, он свалил Я не помню, как их приручать Нужно будет посмотреть какой-нибудь видосик Или почитать Может быть, какой-то особый тип приручения Ну-ка, кто там наверху плавает? А, нет, он крестный, хорошо Так вот А ты куда делся? А вот он Давай, хватай меня Он может схватить без динозавра или нет? Вообще, какой-то странный Он даже не агрится на меня Привет, я тут Давай я тебя подержу немножко Почиску Бьет он нас не больно У нас реген очень-очень мощный То есть, по большому счету Если я еще начну мясо там прожимать, да То пробить он меня вообще, в принципе, не может Ну, может, но так-то У меня другой вопрос Он же должен нас схватить лапами То есть, у него есть атака, когда он хватает И в этот момент мы его, по идее, должны покормить черным жемчугом Я прав? Вроде я прав Плюс самого Тусат Эутиса Мы с вами можем собрать черный жемчуг То есть, я так и подумал Может быть, забить парочку, если я смогу найти Мы сейчас с вами находимся на карте вот здесь Вот мы в прошлый раз здесь находили И чуть дальше находили еще одного Вот Ладно, давайте забьем Попробуем забить его Он нифига не хватает Или мне нужно более маленькое существо Какой-нибудь мегалодончик Я думаю, что мегалодон нужен 23 Хорошо Надо выплывать отсюда Здесь выносливость горит Неприятная, конечно, встреча с ним Да, что он довольно-таки больно бьет сам по себе Блин, но нужно разобраться Потому что сто лет не прикручал Мне очень интересно Потому что такие вещи забываются Это хочется в памяти восстановить Чтобы потом можно было нормально все это сделать У меня тут с утра решил сосед перфоратором потолбить с собакой Так что если в какой-то момент будут звуки перфоратора Сорян Но я выбрался исключительно за черным жемчугом Так что и в рептериды нам тоже вполне себе подойдут Давайте побольше здоровья Я все еще планирую найти на каком-нибудь альфа-мозозавре Или альфа-тус-атеутис Потому что с них тоже большое количество как раз Черного жемчуга получается Ну сколько у нас сейчас? 24 здесь В общей сложности, если не ошибаюсь У нас 50 имеется Еще один Стоп Это большой, нет? А, нет, 12-й мэйл Хорошо, самец Ну ты мне хватать будешь, нет? Ну давайте сейчас попытаемся отплыть от него Чтобы он все-таки Пробернул это дело Но по большому счету это то, что нужно То есть мы сейчас получим с вами дополнительный черный жемчуг Ну вот Я прямо у тебя у лап Хватай Или он базилозавра не хватает Наверное нет Сложно сказать Но видимо он базилозавра наверное не хватает Вот это зараза Видите, он специально подплыл ко мне поближе Чтобы точно в меня попасть с этим пятном Я нифига не вижу теперь Где он? А я правильно поплыл, хорошо Стоп, подожди Мы ничего не получили с него А это не его сумка мне кажется А его отлично, все окей, живем Еще 26 В общем у нас с вами теперь точно просто в кармане При себе есть 50 То есть мы можем попытаться приручить Не знаю Но какой-нибудь с первого уровня Можно приручить просто с одной кормежки? Скорее всего да Так, ну что Мегатерри у нас с вами вырос Вот сейчас вот он вырастет Есть, наконец-то Можно переодеть на него вот это седлышко Он там просто в стене застрял И даже уже непонятно Где он застрял В стене или не в стене В общем где-то он тут застрял А я застрял в нем Так А выбраться он отсюда теперь не может Из-за этой стенки, да? Орнягнат у нас здесь У меня там еще просто маленький караку появился Вот это очень большая проблема Потому что Смотришь порой там 10 минут до того как он вылупится 10 минут до того как появится яйцо Туда-сюда вот это вот нужно ставить 10 минут раз 10 минут два Вот ждать пока Яйцо появится Потом Нужно посидеть, подождать Пока там голод у него перестанет проседать сам по себе Точнее он начнет кушать из кормушки И это безумно на самом деле бесит Ну то есть Именно поэтому Я не играю На официальных серваках Очень сложно записывать Это очень сложно записывать Чтобы у тебя каждый день выходили выпуски по арку Потому что приходится тратить очень много времени На то чтобы сделать что-то интересное Чтобы вам это было интересно смотреть Я бы мог просто этот выпуск Выпустить Вот чисто Появился детеныш Мегатерия Появилась детеныш Ренягнаты И все То есть вот вчера я на этом закончил Сегодня такой Ну блин Ну нельзя же такой выпуск выпускать Надо пойти кого-то приручить Обязательно Ну правда не знаю Мне кажется были все-таки выпуски Где мы никого не приручали Но Это было давно И это было очень редко Вот и именно поэтому Мы сейчас с вами и поедем Приручать Мегалодона Ну-ка я же умею сделать Седлышко на него Только мне нужно если не ошибаюсь Немножко металла Нет наверное волокна Кожи И Чего там нас Хитин Да вроде хитин Давайте посмотрим Мегалодон По-английски Вот так вот Не хватает А цементная паста Да это плевать Цементная паста у нас с вами есть Но последнее время мне не везет И мне попадается только Ну как Я хотел приручить Я уже давно хочу приручить Постоянно смотрю Какого я там атакую Или какого уровня Меня атакует И попадается Второй, четвертый, шестой Или как сейчас По закону подлости Поплыл приручать Мегалодонов И тупо ни одного Нету вообще нигде Одни сплошные Ихтиозавры Ну а в принципе Почему бы тогда Не приручить Дунклеастея У нас же получается Что Дунклеастей Такого же размера Как Мегалодон Но у него Повыше броня То есть его будет Немножечко сложнее Пробить естественно Тусатеотису Верняк И он будет лучше держаться То есть нам же нужно будет Покормить Тусатеотис А потом Обратно сесть в седло Выбраться из этой Хватки его Потому что там Не очень долго держат И только после этого Покормить еще раз Но это с учетом того Что если он На своем там С первой кормежке Не приручится Еще тень от меня От самого мешается А вот он он А почему так плохо видно Это из очков что ли Вода какая-то Непрозрачная Нифига Не знаю Ладно Давайте еще раз На дно Да он развернулся Уплывает Все правильно А вон и мегиладон Ты серьезно? Странно Давайте посмотрим На глушение Он поплывет и к нему Почти Почти Хорошо 2000 Из-за 185 Странно что он продолжает Пусать нас Хотя уже почти уснул Вот это все да? Нет? Очень хорошая броня Все Вот теперь точно уснул Красивый гад Блин Мне прям нравится Так Делаем седло На дункле осте Это зараза Очень дорогая В отличие от мегиладона Ну да ладно Бог с ним Что у меня по кислородному баллону Нормально все Живем Поплыли обратно Так Голода нет уже на 3 куска Первосортки У нас Первосортки вообще Естественно нету Потому что очень быстро Портится Блин Здесь был как раз Близиозавр А где теперь? Вот он Вот он Сразу 2 Отлично Все Ну он 16 уровня Я прям даже не знаю Может быть 4 кусков Будет достаточно Давайте попытаемся заложить Мне очень не хочется Сейчас до додекс На телефон опять ставить Чтобы это можно было смотреть Так Типа на глазок Потом Как-нибудь потом верну его себе Да хорошо Нам этого хватает Отлично По прежнему у нас нету Места нормального Типа они у нас хранились Да видимо не будет Потому что не хочется Этим заниматься Это делать Из-за того что это все Слишком долго И слишком много ресурсов Нужно просто поформить Сначала формить Потом строить А потом ты этим все равно Почти пользоваться не будешь Так что Ноль смысла Так Соответственно У нас с вами появляется Довольно таки толстое существо 1400 Это конечно Не то чтобы прям очень много Басик Ты чего там Поехали Вот Но зато Броня У него очень хорошая броня Именно поэтому я надеюсь Что он будет выдерживать удар Отусателтиса Опять же Надеюсь что Тусателтис Он то есть достаточно Маленький Для того чтобы Тусателтис Мог его Схватить Да за что Что ж ты его собака Давай Ладно стой Пускай тебя грызут А мы сейчас А мы сейчас Со спины Подклеем И укусим Задницу Не укусили Нормально Ну да Ну да Безусловно Еще нужно будет Поплавать И прокачать Нормально Вон там На самом Не кладом Второго уровня Там что такое Безилозавра Еще один Но у нас кстати Классный У нас хороший уровень Можно в принципе Подплыть И все это количество Огромное Мат Закрыть И не париться Слушай Мы будем Справляться с ним Я просто не знаю А Справились Уже Что-то даже Не обратил внимания Неплохо Качается Все это дело 1400 На тебе мясо Еще один Плыве Да Хорошо Видите Они слишком маленькие Все Четвертый уровень Второй уровень Куча запрет Девятый Ни одного Хотя бы 20 плюс Нет Если был бы Обязательно Попытался бы Приручить Блин Адон Квязный Жесткий А он больно Бьет Однако же Ну в общем Я доволен Осталось просто Действительно Поплавать Немножечко Погрызть живку Ну Хотя бы Не знаю Еще уровни 10-15 Вкачать Чтобы можно было Прокачать здоровье И в ближайшее время Отправимся на нем Попытаемся Приручить Тусатайотиса А на этом Сегодняшний выпуск Предлагаю завершить Да там еще Придется подождать Порядка 40 минут До того как Реониагната вырастет Может быть дальше подольше Но что поделать В следующем выпуске Он у нас появится Просто дождать сейчас Очень долго А нужно уже На самом деле Садиться монтировать Этот выпуск А то он мне и во вторник Не выйдет на самом деле Потому что уже За 12 часов дня Перевалилось Жесть Просто время летит Нереально здесь Ах Печаль Ладно бывает Ничего страшного Но это пока что все Если понравилось Пожалуйста поставьте лайк Не забывайте подписываться Чтобы не пропускать Новые выпуски Удачи друзья Пока Субтитры сделал DimaTorzok